здравствуйте уважаемые коллеги надеюсь слышно мне хорошо давайте отметим тоже огонечком в чат ничего писать не нужно так реакцию вижу значит слышно мне хорошо спасибо большое начнем наш сегодняшний вебинар тема которого работа с детьми с ментальными нарушениями тема довольно таки обширная поэтому мы кратко по ментальным нарушениям по основным сегодня пройдемся постараюсь их осветить как наиболее полно если какие-то вопросы мы помним с вами до пишем во вкладочку вопросы потому что чат сейчас будет убегать очень быстро вверх и потом сложно будет вопросы найти а если на какие-то вопросы я не смогу ответить сразу оставлю адрес электронной почты и мы уже с вами в личном порядке я отвечу на эти вопросы но давайте перейдем непосредственно к нашей теме можете в чат я вот вижу многие пишут воспитатели педагоги психологи все вы работаете с детьми еще хотелось бы увидеть если у вас дети с овз и но с ограниченными возможностями здоровья дети с ментальными нарушениями в группах и работаете ли вы с ними вот вижу уже то пишут да есть но вижу есть то есть мама отлично но давайте перейдем непосредственно к самой теме спасибо что отвечаете если говорить о статистике то к сожалению сейчас в россии каждый третий ребенок по состоянию здоровья относится к группе риска и самая многочисленная группа риска это именно дети с ментальными нарушениями и если говорить о именно ментальных нарушениях да как самом определении это тяжелое нарушение психического развития при котором прежде всего страдает способность к социальному взаимодействию и поведению мы все с вами понимаем что а для нас важно не столько научить ребенка до знанием каким-то в первую очередь нам важно социализировать и адаптировать этого ребенка в общество именно помочь ему а стать полноценным членом общества уметь влиться в это общество и не быть не отличаться до какими-либо какими-либо своими действиями от этого общества а у таких детей отмечается нарушение интеллектуального развития и она возникает уже на ранних этапах развития мы замечаем уже очень рано да уже в нашем дошкольном возрасте а дети с ментальными нарушениями имеют ряд специфических особенностей которые проявляются в отставании сроков и темпов развития развитие идет замедленная инертности пассивности отмечается во всех сферах жизнедеятельности это не так что в одной сфере жизнедеятельности ребенок активнее активен а он развивается нормативно а в какой-то другой отстает нет если это ментальное нарушение то она отмечается во всех сферах жизнедеятельности и идет существенное недоразвитие в первую очередь моторных и речевых функций рель страдает у нас опять же в первую очередь также идет несформированность когнитивной деятельности примитивность интересов и потребностей да ему а в первую очередь важно не первую очередь вообще как бы важно удовлетворить физиологические потребности какие-то другие потребности могут быть не затронуты а также снижение познавательного интереса ребенок мало чем интересуется или не интересуется вообще и также идет у нас с вами нарушение эмоционально-волевой сферы а но перейдем с вами к первому ментальному нарушению которое мы с вами рассмотрим это у нас так прошу прощения пропустила слайд это общие знакомерности психического развития детей с ментальными нарушениями да что же у нас затрагивается и какие нарушения у нас есть а первое это неравномерность развития здесь у нас различные психические функции и свойства образования развиваются неравномерно каждая из них имеет свои стадии подъема стабилизации и спада то есть у нас может ребенок физически развиваться а интенсивно но при этом психически у него идет задержка да а следующий момент это гетерохронность развития означает асинхронность то есть несовпадение во времени фаз развития отдельных органов и функций а как я уже говорила у нас идет задержка развития следующая неустойчивость развития развитие всегда проходит через неустойчивые периоды наиболее ярко это закономерность проявляется период возрастных кризисов а и оптимальное решение это индивидуализация образовательного процесса мы все с вами сейчас знаем и понимаем а то что наше образование естественно нацелена на индивидуализацию образовательного процесса но у детей с моментальными нарушениями индивидуализации должно быть уделено большое внимание большее внимание да а недаром сейчас у нас есть тьютеры и которые помогают в освоении образовательного процесса а также наше решение это преодоление несоответствия между уровнем который задает образовательной программы и реальными возможностями ребенка а здесь мы должны обратить внимание на то на возможности ребенка на зону ближайшего развития естественно мы не даем ребенку непосильное задание которое он не может он не может усвоить или не может выполнить на это на все при работе с ребенком и естественно обращаем внимание но и первое наше ментальное нарушение это аутизм к сожалению сейчас именно аутизм идет массово но могу сказать вот по личному опыту когда я только начинала работать это примерно около 10 лет назад детей с аутизмом не было такого процента сейчас это количество детей увеличилось в два с половиной в три раза но и по крайней мере по тем группам которые формируются у меня а первое ну как бы мой личный опыт это были дети с дцп либо задержки психического развития на данный момент это почти весь список детей которые занимаются у меня непосредственно доп образованием это дети с аутизмом и именно это заболевание да она идет прям очень массово и сильно какие же особенности поведения которые должны нас насторожить родителя которые должны насторожить а первое это был регресс в развитии педагога и на что необходимо обращать внимание что может показать нам что у ребенка есть аутизм а признаков аутизма очень много нет четких критериев а дети все разные и проявляется аутизм опять же у всех по-разному но есть определенные признаки есть определенные особенности поведения развития которые должны нас насторожить а первое это был регресс в развитии а ребенок утратил часть уже сформировавшихся навыков это может быть речь это может быть самообслуживание коммуникации игровая деятельность а здесь необходимо обращать внимание следующий момент это речь начала развиваться по графику но затем пропала и так и не вернулась или ребенок начал говорить на своем допустим птичьем языке никому не понятно и так далее на это тоже мы должны обратить внимание распадаются навыки коммуникации допустим ребенок перестает смотреть в глаза ребенок перестает улыбаться также могут пропадать навыки самообслуживания а следующий момент ребенка не радует а покорой и пугают игрушки какие-то новые новая одежда новая мебель в комнате а ребенок может отказываться входить в комнату после перестановки мебели то есть он привык определенному положению мебели да и если вы переставили ее он будет ее пугаться это тоже может быть одним из признаков аутизма а следующий ребенок не реагирует на свое имя после трех лет и трудно привлечь его внимание то есть внимание он переключает на вас только когда захочет делать это сайл следующий момент это речь развивается с выраженной задержкой или ребенок так и не начал говорить к трем годам а речь не используется для коммуникации ребенок говорит словно сам с собой а при этом в речи может быть сочетание лепетных слов или каких-то сложных да допустим экскалатор трактор и так далее а также у ребенка могут быть частые сильные капризы и истерики причины которых определить не получается ребенок не всегда реагирует на громкие звуки а порой кажется что у него нарушен слух но при этом слышит даже тихие звуки в другом конце квартиры а он избирательно относится к звукам да а и а также ребенок может не понимать обращенную речь не выполнять какие-то элементарные просьбы какие-то вопросы опять же не слышать и так далее прошу прощения кого-то подключила сейчас отключу минутку извините не туда нажала а также у ребенка может отсутствовать указательный жест он а не пытается объясниться мимикой и жестами речь монотонная и нет определенной интонации да она как бы идет ну таким фоном у этих детей а голос высокий напряженный может быть хриплый глухой а не обращается за помощью пытается добиться своей цели плачем или действует опять же так подождите пишут что я свой микрофон отключила слышно меня или нет прошу прощения все слышно а так все 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 вижу что слышно спасибо большое а также он может пользоваться рукой взрослого и используя другого человека как неодушевленный предмет допустим он может забраться по нему как по дереву чтобы достать конфеты там с верхней полки он как бы не отличает живого человека да от не живого предмета может не повторять действия взрослых нет копирования повторения бытовых действий есть проблема к приучению горшку не стремится владеть навыком самообслуживания по подражанию опять же редко смотрит в глаза или вообще не смотрит на лицо в целом а его трудно дозваться трудно сфотографировать не удерживает длительного контакта глаза в глаза или вообще в глаза не смотрит причем а не смотрит даже там маме и близким родственникам он не узнает себя в зеркале уже в более старшем возрасте ребенок редко ищет утешение у матери не делится с другими своей какой-то радостью интересными достижениями он не приносит обычно дети у нас любят похвастаться какими-то предметами на допустим какие там подарили какие им купили а дети с аутизмом они этого не делают они просто занимаются с этими предметами а именно показать что вот мне купили ну как бы похвастаться у них этого нет а не волнуется при разлуке с матерью после трех лет он может совершенно легко уйти с другим человеком может оставаться в комнате один а и часто такие дети в раннем возрасте радует родителей радует взрослым тем что они удобные так сказать они могут занять себя сами а их посадила да вот они там сами занимаются и все прекрасно возможно это и хорошо но необходимо обращать внимание на те моменты что это может быть звоночком да что необходимо обратить внимание на ребенка следующий момент это дети очень часто уклоняются от класс прикосновений а на руках не принимают удобную позу отстраняются растекаются или наоборот как бы сжимаются сами не инициируют контакт то есть не тянутся к взрослому и к трём годам у них нет попыток взаимодействия со своими сверстниками они не проявляют интереса к ним и не пытаются общаться игнорируют других детей и у как бы другие дети допустим к ним могут идти с тем чтобы наладить контакт эти дети на контакт могут не идти предпочитают пользоваться одними и те же меже маршрутами а открывая дает открыть допустим книгу или любимое там произведение какое-то любимый журнал только на любимых картинках да другие картинки он прям закрывает и возможно даже с какой-то агрессии это делает осмотрит смотрит одни и те же мультики могут там сутками слушать одну и ту же песен куда многие дети могут слушать одну и ту же песню но это все равно у них будет происходить не так долго как у детей с признаками аутизма также у ребенка проявляются длительные странные игры с перекладываниями игрушек сортировкой может выкладывать игрушки длинные ряды и нет ролевых игр то есть но допустим девочки там не играют у дочки матери мальчики не играют там войнушки какие-то а и настойчивое внимание частям предметов а не игрушкам в целом может быть предпочтение не игровых предметов да но многие дети у нас играют с не игровыми предметами но они очень дети с формативным развитием они часто меняют эти не игровые предметы да там веревочки баночки кусочки ткани и так далее а дети с аутизмом могут там очень долгое время 24 на 7 играть с одной и той же веревочкой или с одним и тем же кусочком ткани а может очень долго смотреть на какие-то предметы или действия которые не соответствуют обычным детским интересам допустим там рельсы домофон стиральная машина допустим там какой-то не двигающийся предмет совершенно который не может привлечь до внимание ребенка и так далее а у ребенка регулярно наблюдается повторяющиеся движения и это могут быть взмахи хлопки кручение рукой или пальцами так сказать такие ритуалы или сложные действия всего тела он может махать руками начинает ходить на цыпочках опять же а необходимо обращать внимание когда ребенок у нас поднимается на цыпочки это тоже один из признаков в первую очередь нарушений а также можете любить волосы уши качаться перебирать пальцами у лица а это может быть негативная реакция на манипуляции с телом допустим закапывание в нос стрижка волос мытье головы попытка надеть там варежки шапки носки причем это может все происходить не просто да там в негативной форме это может все переходить в истерику и в слезы у ребенка необычные страхи допустим он может бояться там фена определенных предметов одежды определенных игрушек и опять же а это может перейти в истерику а также у ребенка нет чувства края опасности создаются ощущение что ребенок просто бесстрашный может вырвать руку убежать от родителей выбежать на дорогу не обращая внимания но это уже более старшем возрасте да не обращая внимание на то что на дороге может быть опасность лезть высоко на лестнице горки на детской площадке легко может сидеть там на подоконнике допустим открытого окна и причем это не проходит к трем годам обычно до трех лет до у детей есть определенный уровень бесстрашия но после трех лет у нас включается нашим самосохранение ребенок таких вещей уже а не делает у детей с аутизмом это все остается возможно у таких детей слабая либо слишком острая чувствительность боли то есть дети могут либо вообще не чувствовать боль да мы там понимаем что ребенку больно а он на это может не обращать внимание или же наоборот мы там допустим дотрагиваются до ребенка совсем легонечко он может говорить о том что очень больно и даже кричать от этого от этого и мелкая крупная моторика отстаёт от возрастного уровня либо развита неравномерно ребенок с аутизмом может быть неуклюжим допустим забивать какие-то предметы задевать углы врезаться в стенам но в стены но при этом проявляет чудеса ловкости допустим когда это касается его интересов таким моментом может быть виртуозно собирать крошки с ковра залезать в шкаф и на другие труднодоступные места на которые но допустим он не может подняться по лестнице ему не может а со сложностью поднимается по лестнице но при этом в шкаф в который очень неудобно забрать забираться он заберется там две-три секунды это все о чем я сейчас говорила может быть признаками аутизма но естественно если мы видим один признак мы не говорим об аутизме да но это эти все моменты могут быть звоночками к тому что необходимо обратить внимание особое внимание чтобы не упустить этот момент а следующее ментальное нарушение это детская шизофрения о которой мы сегодня с вами поговорим а какие же особенности должны насторожить родителя должен насторожить педагога педагога в плане рекомендации да естественно мы не говорим родителям что вот я заметил у вас вот эту особенность там у ребенка возможно шизофрения нет ни в коем случае мы говорим об особенностях и в рекомендательном характере направляем уже к специалисту и все это делаем мягко а ну и давайте перейдем к моменту детской шизофрении что может быть возможным признаком развития шизофрении у ребенка и требует незамедлительной консультации специалиста на что мы с вами обращаем внимание первое это странные фантазии они отличаются особой стойкостью ребенок не проводит разницы между собой и персонажем которого он отыгрывает так называя себя допустим кошечкой принимает пищу только из мисок на полу на вопрос кто ты не называет свое имя не говорит что он мальчик или девушка он говорит что он кошечка а это тоже мы на это тоже мы с вами обращаем внимание говорящие дети более старшего возраста могут просить чтобы их называли другими именами рассказывать о невидимых никому друзья которые приходят к ним это могут быть непонятные страхи ребенок либо сам не может объяснить чего он боится либо напротив чувств четко описывает чудовищ или людей которые приходят к нему допустим вечером утром может четко показать где они стоят конкретно описать их прям очень очень подробно а может упорно отказываться отвечать на вопрос чего он боится за этот на основе этого момента существенно ухудшится уровень бытового и социального функционирования допустим ребенок может переставать следить за собой умываться а предпочитает играм с друзьями удели уединенное время при провожении в своей комнате хотя раньше был общительным общаться он может со своими так сказать воображаемыми друзьями да которых я говорила ранее а он может их подробно описывать и с ними общаться а также может ухудшиться успеваемость на развивающих занятиях в саду или в школе ребенок словно глупеет начинает начинает вести себя соответственно более раннему возрасту во время разговора ребенок прерывает беседу может оглядываться по сторонам словно пришел слушаться к чему-то при этом он отвлекается от беседы и теряет ее не порой речь может быть бессвязной это может быть набор слов а может жаловаться на голоса в голове которые допустим кричат комментируют что-то указывают что ему делать а также может быть немотивированная агрессия жестокость эмоции могут сглаживаться и уплощаться да он может быть совсем не эмоциональным и эмоции мы можем уже не различать у ребенка с шизохренией ребенок может демонстрировать наоборот эмоции неадекватные и не сопоставимые с данной ситуации да он может смеяться когда сообщают о грустном известии причем это не истерический смех да а это естественное ну как бы для этого ребенка естественная реакция на грустное известие а в рисунках может проявляться яркая контрастная цветность не соответствует сюжету допустим оранжевое небо синяя трава там фиолетовое солнце и так далее черный цвет в рисунках далеко не всегда свидетельствует о развитии шизофрении чаще всего он свидетельствует о развитии именно депрессивных расстройств а не шизофрении а могут наблюдаться повторяющие пугающие сюжеты допустим существа с дубами оторванными конечностями какие-то большие глаза и так далее все эти моменты должны нас как специалистов насторожить и если вы видите как родитель у своего ребенка эти моменты тоже необходимо обратить внимание на это следующий блок это у нас умственная отсталость одно из тоже ментальных нарушений которые мы сегодня с вами рассмотрим тоже к сожалению увеличился процент детей с умственной отсталостью именно как заболевание а такие признаки развития ребенка могут указывать на возможную умственную отсталость давайте посмотрим с вами что же это у нас за признаки на которые необходимо обратить внимание ребенок с опозданием начинает ползать сидеть ходить и лепетать ребенок ведет себя как более младший по возрасту а иногда и выглядит младше своих лет также равномерное интеллектуальное отставание ребенок либо ту году либо отвечает сразу на первое что придет в голову а при этом в интеллектуальном развитии нет областей в которых ребенок был ярко успешнее остальных да то есть нет одной так бы приоритетной области которым годам у ребенка не появляется осознанной сюжетной игры он словно не может ничем себя здесь занять он может бесцельно ходить бродить по комнате и от одной игрушки к другой может взять игрушки бросить тянуться за следующий а также навыки самообслуживания осваивать значительным опозданием и опоздание это не там месяц да а прям значительное опознание там на большой срок более трех четырех месяцев ребенок чрезмерно социально наивный на детской площадке у него легко отобрать игрушку он не пытается ее забрать отстоять а в более старшем возрасте его легко обмануть то есть он перед всему а что ему говорят его часто выставляют виноваты в коллективных шалостях защитников которых бы он не был а ребенку с огромным трудом дается учебная деятельность он постоянно не успешен на занятиях в саду или в школе а в тех занятиях которые сверстники его осваивают очень легко то есть он а не находится на уровне развития своих сверстников следующий момент это который мы рассмотрим это задержка психического развития сейчас краем глаза увидела что комментарий работаю с детьми с задержкой психического развития но вот мы сейчас немножечко поговорим о этих задержках психического развития кто-то работает с умственной отсталостью до к сожалению сейчас как я уже сказала дети детей с задержкой умственной отсталости и аутизма с каждым годом в образовательные учреждения прибывает все больше и больше и статистика говорит о том что сейчас к сожалению именно увеличивается количество детей с задержкой умственной отсталости и аутизма но давайте вернемся к задержке психического развития задержка психического развития это состояние при котором у пациентов наблюдается нарушение эмоционального и психологического характера у детей с задержкой психического развития заторможены процессы мышления нарушенные навыки памяти и внимания и давайте рассмотрим основные симптомы на которые нам необходимо обратить внимание чтобы не упустить этот момент если мы с вами говорим о детях возрастной период который до года поздно начинает держать голову ползать ходить говорить пользоваться столовыми приборами а признаки зпр в год тихий не эмоциональный ребенок с ограниченным или отсутствующим набором простых слов не проявляет реакцию на обращение к нему то есть он вообще никак не реагирует на ваше обращение которое вы к нему делаете а если говорить о детях двух лет задержка психического развития в два года нет желания познавать что-то новое за счет повторения за окружающими примитивный набор слов до 20 нет умения составлять логические фразы и предложения и также ограниченные навыки памяти а симптомы задержки психического развития детей у детей трех лет а быстрая неосознанная речь с проглатыванием звуком слогов и окончании слов при ответе на вопрос может долго размышлять и повторять сам вопрос очень часто возникает у детей с зпр и хололия а движение замедленные или проявляется гиперактивность познать окружающий мир желания нет эти дети могут быть агрессивны и повышенное слюноотделение узкий спектр эмоций и могут проявляться признаки дцп сейчас краем глаза вот вижу что дети в ясли иду с чистой картой 1 2 группа здоровья да к сожалению это так а и многие родители что очень ну как бы задерживает момент работы с ребенком ну допустим по моему личному опыту приводит ребенка но как специалист и естественно видишь что у ребенка есть определенное нарушение родители прошли по мпк они знают что у ребенка есть нарушение но это по мпк они зачастую просто не показывают специалисту но к сожалению они не понимают тот момент что они делают хуже только ребенку я понимаю да очень сложно может быть признать этот момент до отреагировать его но когда родитель не предоставляет полной информации специалисту приходится делать прошу прощение специалисту приходится делать уже ту работу которую сделали другие специалисты и терять на это время но давайте вернемся к нашим детям задержка психического развития если говорить о симптомах зпр в четыре года а это плаксивость агрессивность эмоциональная нестабильность беспричинный смех или истерика слабо развитая речь игнорирование просьб взрослых а сложность в контактировании с окружающих если мы с вами говорим о зпр в пять лет какие же это у нас признаки у дошкольников пять лет это игнорирование сверстников агрессивность или полная пассивность резкие перепады настроения речевые сложности особенно построение даже простого диалога а сложностью с памятью отсутствие каких-либо бытовых навыков то есть ребенок сам за собой а ухаживать даже в обычном примитивном плане не может если мы с вами говорим о зпр шесть лет это поведенческие нарушения а сложности в концентрации внимания выполнение элементарных бытовых навыков а заметное отставание от сверстников речевом или же эмоциональном и интеллектуальном развитии а если мы говорим о зпр у детей семи лет это сложности с чтением это у нас проблемы с логическими задачами проблемы с выстраиванием логических цепочек с математическими вычислениями отсутствие эмоционального контакта со сверстниками а очень скупой и маленький речевой запас а сложности в озвучивании своих мыслей просьб проблем поведенческого характера это может быть агрессия плаксивость замкнутость какой-либо безосновательный смех на это мы тоже с вами обращаем внимание но и если мы с вами говорим о задержке психического развития у подростков а здесь а это психическая неустойчивость не развита самооценка нет устойчивости критики старается избегать коллектив психомоторная расторможенность возбудимость подавленная активность какая-то ограниченная память чаще всего это кратковременная память и здесь у нас идет нарушение нарушение образного наглядно образного наглядно действенного мышления возникает инфантилизма здесь мы его видим очень ярко и необходимо тоже на это обращать внимание какие же что же у нас страдает у детей с задержкой психического развития в первую очередь это высшие психические функции и речь память и восприятие внимание мышление опять же речь и эмоциональная волевая сфера а это то что у нас задерживает то почему бьет нас наша задержка психического развития если говорить о эмоциональной волевой сферы это постоянные резкие перепады настроения да у нас такие качели настроения причем это происходит не только в момент определенного кризиса да это происходит постоянно внушаемость быстро попадает под влияние других а таких детях часто говорят попал в друг в плохую дурную компанию а частые проявления агрессии вспышки гнева повышенная тревожность страх а низкая самооценка неуверенность себе нежелание что-либо делать то есть полная пассивность а не способность к самостоятельным действиям но при этом может быть гиперактивность а и нередко совершает поступки как бы в состоянии аффекта то есть в состоянии определенного возбуждения а какие же особенности учебной деятельности мы все с вами знаем да что сейчас дети с любыми нарушениями у нас обучаются могут обучаться в общем образовательном классе и таких детей на по санте нормам на 12 человек с нормативным развитием может быть один ребенок с целонарушениями причем нарушение эти могут быть в одном классе допустим там умственная отсталость и там аутизма либо же ребенок с нарушением допустим слабослышащий плюс аутизма там дети могут быть разных нозологий в одном классе что для педагога очень сложно а также особенности учебной деятельности при обучении детей с задержкой психического развития необходимо учитывать следующие моменты они умеют находить решение соответственно с возрастной нормой но им необходимо немножечко больше времени да а они активно принимают помощь причем помощь принимает не только от взрослого но и от своих сверстников а и для того чтобы дети с задержкой психического развития включились очень хорошо в свою деятельность урок нужно максимально разнообразить с помощью а дидактических материалов дополнительных упражнений пескульт-минута мы все с вами отлично понимаем да что даже дети с нормативным развитием если мы им дадим больше дополнительного материала упражнения переключения деятельности то есть не слишком часто а вот в пределах нормы то они усвоят информацию лучше а дети с задержкой психического развития просто нуждаются в этом а они лучше понимают сказанное благодаря картинкам наглядным пособием многократному повторению могут уловить сюжет понять задачу и что-то запомнить а также есть ограничение психического развития задержки психического развития от умственной отсталости на что же мы с вами обращаем внимание чтобы не ошибиться и скажу тот момент что задержку психического развития мы можем скорректировать да если умственную отсталость а мы это у нас идет органическое нарушение dazu задержку психического развития можно и нужно корректировать а для нарушений познавательные деятельности при задержке психического развития характерный порциальность мозаичность в развитии всех компонентов психической деятельности ребенка. При умственной отсталости отмечается тотальность и иерархичность нарушения психической деятельности ребенка. Ряд авторов используют для характеристики умственной отсталости такое определение, как диффузное разлитое повреждение коры головного мозга. То есть здесь у нас идет момент того, что идет полное повреждение у умственной отсталости. У задержки это частичное. В сравнении с собственными отсталыми детьми у детей с задержкой психического развития гораздо выше потенциальные возможности развития их познавательной деятельности, особенно мышление, сравнение, анализ, синтез, отвлечение и так далее. Однако нужно помнить, что некоторые дети с задержкой психического развития, как и их умственной отсталости сверстники, могут затрудняться в установлении причинных следственных связей, зависимости и имеют несовершенные функции обобщения. На это тоже обращаем внимание. Здесь третий момент. Это для развития всех форм мыслительной деятельности у детей с задержкой психического развития характерна скачкообразность ее динамики. Как у умственно отсталых детей данный феномен экспериментально не выявлен. То есть у умственно отсталых детей нет скачков положительной динамики. У них идет все ровно, без определенных скачков. Следующий момент. МЗПР, в отличие от умственной отсталости, при которой страдают собственно мыслительные функции, обобщение, сравнение, анализ и синтез, при задержке психического развития страдают предпосылки интеллектуальной деятельности. К ним относятся такие психические процессы, как внимание, восприятие, сфера образов представлений, зрительно-двигательная координация, фонематический слух и другие. При обследовании детей с задержкой психического развития в комфортных для них условиях и в процессе целенаправленного воспитания и обучения детей способны к плодотворному сотрудничеству со взрослыми. Они хорошо принимают, как я уже говорила, помощь от взрослых и от сверстников. Эта поддержка еще более эффективна, если она у нас оказывается в форме игровых действий. Все мы с вами понимаем, что если в форме игрового действия мы предложим ребенку запомнить тот или иной материал, то эффективность у нас повысится. Также, как я уже сказала, что игровое представление заданий повысит продуктивность деятельности детей из ДПР. Но если вы игровые задания дадите ребенку с умственной отсталостью, в основном это дошкольники, оно может служить поводом для непроизвольного соскальзывания, выпадения из выполнения заданий. Особенно часто это происходит, если предполагаемое задание находится на пределе возможности умственного ребенка. То есть он начинает чувствовать перегруз, предел своих возможностей, и он как бы соскальзывает с этого момента. У детей с задержкой психического развития имеется интерес к предметам инвенитивной и игровой деятельности. Она носит более эмоциональный характер, и они эмоционально больше реагируют на те или иные действия. Также для детей с задержкой психического развития характерна большая яркость эмоций. Она позволяет им длительно сосредоточиться на каком-либо задании. При этом, чем больше, мы с вами это понимаем, даже ребенок с нормативным развитием и ребенок с задержкой психического развития, чем он больше эмоционально вовлечен в задание, тем, естественно, он лучше будет его выполнять и лучше запомнит его. А также большинство детей именно дошкольного возраста в различной степени владеет изобразительной деятельностью с задержкой психического развития. У умственно отсталых дошкольников без специального обучения изобразительная деятельность не возникает. То есть мы все с вами понимаем, что многие дошкольники очень любят рисовать. У детей с умственной отсталостью их нужно обучать этому. В лучшем случае у отдельных детей могут отмечаться так называемые графические штампы. Это схематичное изображение домиков, головоногие, изображение человека, буквы, цифры. Но они будут, опять же, хаотично разбросаны по листу и собрать их очень будет очень и очень сложно. Следующее, что в соматическом облике детей с задержкой психического развития отсутствует диспластичность, в то время как умственно отсталых еще с дошкольного возраста она наблюдается достаточно часто. и патологическая наследственная отягощенность более типична для анамнезоумственно отсталых детей и практически не отмечается у детей с задержкой психического развития. Мы знаем с вами, что умственно отсталость она, к сожалению, передается на генетическом уровне. У задержки психического развития этого нет. Следующий момент, который хотелось бы еще рассказать, это отличие задержки психического развития от педагогической запущенности. Зачастую, к сожалению, у нас может быть задержка психического развития, да, и этот момент, что здесь педагогическую запущенность не отличает от задержки психического развития. То есть штабом ребенку ставят ЗПР, ставят чуть ли не крест на нем, а это может быть просто педагогическая запущенность, которую можно определенными моментами очень быстро устранить. Как правило, поводом к тому, чтобы ставить под сомнение полноценности интеллекта ребенка школьного возраста, служит его неуспеваемость. И обнаруживается она у нас уже в школьном возрасте. Отождествление неуспеваемости с умственной отсталостью из ЗПР является грубой, очень ошибкой. Этого ни в коем случае не нужно делать. Если мы говорим с вами о педагогической запущенности, то это устойчивое отклонение в сознании и поведении детей, обусловленное отрицательными влияниями среды и недостатками воспитания. Это так называемые наши с вами трудные дети. Часто причиной неуспеваемости являются неблагоприятные условия жизни ребенка в семье, отсутствие контроля и помощи в учебе со стороны родителей, несоблюдение режима дня. Ребенок устает, допустим, к моменту того, чтобы осваивать какие-то навыки в школе, и, естественно, он начинает не успевать в школе. Особые тяжелые последствия наблюдаются в тех случаях, когда социально-педагогическое неблагополучие имеет место в ранние месяцы и годы жизни ребенка. Если было социальное неблагополучие в раннем возрасте, то оно может отразиться потом и в школьное время очень сильно. Какие же направления деятельности? Мы должны работать не только с ребенком, но должны работать и с родителями. Что же мы должны с вами отрабатывать? Сейчас вы видите такой вот список, что мы должны отработать и что должен уметь ребенок. Это умение одеваться, раздеваться, это при поступлении в сад, кушать за общим столом и у вас желательные моменты, которые должны быть. Пользоваться туалетом, участвовать в игре, уметь убирать игрушки, участвовать в занятиях, прогулке, укладываться спать и социально взаимодействовать. Для того, чтобы отработать эти моменты, мы можем с вами сделать так называемую такую вот табличку, список дел, которые ребенок может выполнить самостоятельно. Почему мы делаем такую табличку? Опять же, мы с вами видим и сами наглядно, что делает ребенок. И для ребенка вот эти вот галочки, они очень ценны и полезны. Это так называемый макет индивидуального учебного плана для родителей и детей. Допустим, каждый навык, который мы формируем, мы с вами отмечаем. То есть у нас на неделю расписан такой план. Он может быть совершенно любым. Я предлагаю такую табличку. И ребенок сам или при помощи мамы, папы может отмечать, что он сегодня сделал. Какие же виды поощрения могут быть? Поощрения очень важны, чтобы закрепить тот или иной навык. Первое – это внимание. Естественно, если мы с вами видим, что ребенок сформировал тот или иной навык, это не должно быть там, ай, ну, допустим, это в пределах нормы, ты там даже не сказать ему, что он молодец. Нет, мы обращаем на это внимание и делаем это эмоционально. Следующий момент – возможно, какие-то угощения. Любимые занятия. Если ребенок знает и понимает, что он выполнит то или иное задание, усвоит тот или иной навык, мы предлагаем ему выполнить то или иное занятие совместно с родителем. И жетончики. Жетончики могут быть, да, там мы объясняем ребенку, что наберешь ты там, допустим, 10 жетончиков, а, соответственно, там получишь какой-то либо приз, либо там мы с тобой пойдем в кино и так далее. То есть жетонная система тоже имеет место быть для сохранения того или иного, и формирования того или иного навыка. Следующий момент – это организация среды, потому что для занятий немаловажно именно правильно организовать то место, где будет заниматься ребенок. Для того, чтобы понять, как сделать окружающую действительность эффективной и способствующую усвоению материала, прежде чем начать занятие, прежде чем начать заниматься с ребенком и родителю, и педагогу, нужно ответить на три вопроса. Какое время подойдет для занятий лучше всего, где проводить занятия и какие материалы требуются для занятия. Ответив на эти вопросы, вы сможете подготовить занятие очень качественно. И какие моменты, как учить ребенка. Первое – все эти три компонента, если мы их совместим, то, естественно, усвоить те или иные навыки ребенку будет наиболее проще. Первое – это совестные указания. Второе – это моделирование и отработка той или иной ситуации. И последнее – это физическое руководство. То есть мы, можно сказать, как бы рукой ребенка уже руководим. Но по информации и по времени необходимо, я вижу, уже заканчивать. Давайте я сейчас перейду во вкладочке «Вопросы». Так, сейчас я посмотрю, минуточку. Сейчас, прошу прощения. Так, по сертификату вам ответит Татьяна Викторовна. Скажите, пожалуйста, Екатерина, скажите, пожалуйста, является элементальным нарушением у ребенка тот факт, что он ведет себя по-разному дома и в детском саду. Ну, смотрите, Екатерина, здесь нужно смотреть, во-первых, как он себя ведет. И если это идет ментальное нарушение, если это идет органическое нарушение, то выбор среды, в котором ребенок себя будет вести так или иначе, он не будет отличаться. То есть ребенок будет себя вести одинаково как дома, так и в детском саду. Здесь, возможно, еще играет роль момента адаптации, да, или же, допустим, привычное состояние дома, и он будет себя так вести. А в саду для него новая обстановка, и он может вести себя немножечко иначе. По сертификату ответят вам. Ну, насколько я вижу, пока... Так, вопрос. Как подключить и стимулировать педагога к занятию с ребенком? Не совсем понимаю вопрос, потому что, ну, это должностная обязанность педагога работать с ребенком. Тут не совсем могу ответить на ваш вопрос, Надежда, к сожалению, но это должностные обязанности, это входит в обязанность педагога работать с детьми, во-первых, и во-вторых, работать с детьми с разными нозологиями. Но, насколько я вижу, вопросов нет. Если что, я отвечу на них. Вот я сейчас прямо во вкладке «Вопросы». Здесь я пропишу адрес электронной почты, и вы сможете мне написать на почту уже, и мы уже можем в личном порядке ответить. Вот вижу вопрос Татьяны. Как вы относитесь к инклюзивному образованию? Смотрите, какой момент. Как лично мое мнение, инклюзивное образование необходимо для социализации, адаптации детей. Но, опять же, мы должны смотреть, в какой мере это первое. И я за инклюзивное образование в дополнительном образовании. Когда у нас нет в ГОСов, да, когда у нас нет норм, тогда вот прям обеими руками за. В общем образовании здесь, ну, в первую очередь, это большая нагрузка на педагога. Естественно, мы включаем деток с нарушениями в образовательную среду, да, но при этом мы должны, опять же, сохранять и наших педагогов, и мы должны сохранять возможность обучения здесь нормативным развитием. Да, мы включаем деток с ОВЗ в образовательное пространство, но должны быть созданы такие условия, чтобы это было комфортно всем участникам образовательного процесса. Так, диагноз по МПК выставляется, исходя из основного диагноза. Или, может быть, Елена, не совсем понимаю вопроса. Если ребенок молчит, говорит очень тихо, это является ментальным нарушением. Смотрите, Ольга, здесь мы не говорим о том, что один из признаков может быть ментальным нарушением. Здесь мы полностью, если что-то настораживает, мы проводим полную диагностику, да, потому что он просто молчит. Может быть, это его особенность. Может быть, он, ну, не хочет общаться именно в этот момент и так далее. И, может быть, он, допустим, не хочет общаться с вами или как со специалистом, а в другой сфере у него все отлично и замечательно в другом месте. Здесь мы, естественно, не ставим ментальное нарушение. В четвертом классе ребенок слабо читает, запоминание самооценка низкая. Но, как я уже сказала, здесь не показатель. Это может быть и педагогическая запущенность, это может быть и задержка психического развития. Опять мы, ну, по одному-двум критериям, естественно, мы ни в коем случае не ставим там задержку, умственную отсталость и так далее. Так, ЗПР не ставит, школьное обучение дается с трудом, пневматический слух тоже не развит даже при занятиях. Но скорость чтения не нарастает никак. Так, смотрите, не совсем понимаю. Сейчас вопроса. Янина, давайте мы перейдем с вами. Ну, очень разбитый текст. Я сейчас напишу электронную почту. Мы с вами можем уже по электронной почте обсудить этот вопрос уже в личном моменте. И здесь вижу, как быть воспитатель без дефилатологического образования детей 25 норм и плюс 4 ОВЗ. Смотрите, здесь нарушение в первую очередь, нарушение идет с заведующей детского сада. Как я уже сказала, на 12 детей с нормативным развитием может быть только 2 ребенка. И сейчас по санпен-нормам все педагоги, неважно, работают они с ОВЗ или нет, должны пройти курсы именно по работе с детьми, с инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. То есть уметь это у нас должны все воспитатели. Они не должны иметь дефилатологическое образование, но курсы повышения квалификации они должны пройти. Или же, как сейчас в последних дипломах, у бакалавров, у них уже есть дефилатология в дипломах. Вот на это тоже необходимо обращать внимание. И, ну вот, вы говорите о нехватке кадров. Да, к сожалению, сейчас у нас это имеет место быть. Но, опять же, это вопрос к санпен-нормам. И если будет этот момент замечен, то, ну, наверное, это будет вопрос к заведующей. Это в первую очередь вопрос не к вам. Вы работаете на своем месте. Единственный момент, что курс повышения квалификации, опять же, это ваша ответственность и ответственность заведующей детского сада. Так, ну, по вопросам, Елена, сегодня была общая тема, потому что, как я уже сказала, информации очень много, и конкретно, допустим, с каждой дизологией нужно отрабатывать большой пласт знаний. В час, именно по конкретной информации, какие упражнения и так далее, это очень сложно уложить. Но на сегодня у меня все. По поводу продолжения обсужу с организаторами вебинаров, да. И на сегодня у меня все. Было очень приятно работать. Приятно, что вы активно участвуете в чате, активно задаете вопросы. Всего доброго. До свидания. Передаю слово Татьяне Викторовне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok